друзья привет сегодня некоторые позиции добирал и некоторые подрезал не резала сей подрезал то есть продавал ту часть который брал ниже ну среди того что покупал это для самых таких больших позиций это новотек я докупил а по продал часть селегдара ждать можно вечно по крайней мере не вечно но очень долго пока ну бывает конечно на периоде роста да кто давно следит за блогом бывает так что купил как не бывает так как правило периоде роста так ты купил какое-то время подождал собрал урожай купил подождал собрал урожай ну что вот в периоды либо флейта либо там по сползание рынка вниз вот и купила акция не растет что делать сидеть будешь дать пока она вырастет ну флаг в руки ты можешь сидеть ждать годами пока она вырастет портфель должен деньги приносить ну понятно что в разные периоды он приносит денег по-разному ну во-первых на читать среднегодовую бывают там месяц хороший бывает месяц плохой ну надо читать по итогам года и потом смотреть сколько ты там за год тебе портфели приносит но у меня среднегодовая в принципе меня очень сильно устраивает и в этом году в принципе все хорошо там хорошо идем последние там полтора месяца нужно уже два можно сказать месяца корректируется портфельную чем все равно за год нормально вот ну до конца года часть позиции надо вывести в плюс просто в ручном режиме и при наличии определенного количества кэша буду опять закупать но сейчас не закупаю новое кэш этот нет хотелось бы кэш побольше а так говорят купи держи купи держи это ну вот вы вы же можете в телеге писал ссылка на телеграм в описании рынок на сколько вырос за четыре года но ленью посмотреть на ноль процентов ноль не вырос вообще он рос он падал он рос он падал кто пришел на рынок недавно тоже он думал что он все время растет да нет мы попали на период роста сейчас пошел период падения ну и чего вот это вот сидеть вверх-вниз вверх ну это как рукоблудие по-другому называется просто так вот сидеть и гонять вверх-вниз свой депозит и и около нуля болтаться это не дело надо зарабатывать денег либо позиции растут после покупки либо если они идут вниз надо их вручную выводить плюс но я про стратегию инвестирования вы это делаете у каждый кто на что гораздо кто-то сидит и ждет я не знаю как купил себе это типа медаль я инвестор ну а для чего это медаль типа просто сказать что ты инвестор или ты за деньгами пришелся так ну давайте к вашим вопросам добрый день расскажите про новотек катится вниз уже месяц по позиции минус примерно как у вас боюсь что упадет и как раньше будет меньше тысячи чё боитесь-то чё боятся ну друзья мои боятся те кто либо набрал его слишком много либо не уверен в компании но не уверен не бери а насчет слишком много ну определить для себя риск-менеджмент и сколько ты можешь максимум взять и все ну а зачем ты брал новотек я уверен понимаете суть активного инвестирования активное инвестирование инвестирование это это основополагающее в этом словосочетании активное это я уже понимать примерно почему активно но прежде всего это это инвестирование вот 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 у меня да то что вы видите на скринах вы видите только верхнюю часть там ниже ну принципе там можно по блогу посмотреть чем брал тоже догадываетесь там камаз там а брау там и так далее а брау это доп я не писал про него ну посмотрите там написано разные компании ну ну и чё ну в чём в чём вы допустим я там не уверен до хорошей компании в долгосрок ну просто если ты уверен в компании в долгосрок то ты спокойно ну можешь пересидеть переждать понимаете вырастет продал не вырастет выведу вручную в плюс делов то следующий вопрос рассматривал ли ты компанию Ашинский медзавод и следующий вопрос ну ладно Ашинский медзавод это отдельная история потому что скорее всего тот кто спрашивает Порошинский медзавод его заинтересовало и его рост и больше ничего скорее всего его не заинтересовало потому что Порошинский медзавод очень мало информации если мало информации про сам бизнес как вы можете принимать решение покупки на основе графиков и что вам ваши графики говорят очень мне веселит когда там на графиках стараются ОВК что-то увидеть на графиках ОВК вижу поддержку оооо а тут сопротивление ооо тут голова плечи а тут собачий хвост и как правило когда вы ведетесь на вот эти вот большие росты и пытаетесь заскочить чтобы заработать как правило результат прямо противоположный покупать нужно то в чем ты уверен в компании как что компания развивается активно и будет развиваться ну уверенность тоже это процент вероятности есть тоже процент уверенности сходя из этого процента уверенности ты те или иные доли распределяешь по компании процент уверенности это основа на тоже на данных какие данные у вас по медзаводу кроме графиков следующий вопрос интересно магадан энерго сальхалин энерго а мне не интересно я покупаю те компании которые имеют потенциал развития самой компании какой потенциал развития у магадан энерго какой потенциал развития у сахалин энерго какой потенциал развития у мосэнерго у компании которые на ограниченные территории какой у них потенциал развития в африке что ли будет магадан энерго деятельность вести или какие там какие там перспективы местечковые компании которые У которых нет Явного потенциала развития Мне вообще не интересует Вас они могут опять же заинтересовать Потому что они где-то там сильно хорошо растут Хорошо падают Вы хотите там заскочить на отскок Но я когда хочу просто поторговать Вот это называется Лудомания Всех хочется прям поторговать Но просто душа просит Я торгую криптой Инвестирование это другое Следующий вопрос Вы отказываете позиции в шорт? На крипте открываю На фонде практически никогда Очень редко в пиранах В торговом портфеле Очень редко В основном только в лонг-лонг-лонг Антон прокомментирует Новость о том Что СПБ биржа Возможно станет торговать Криптовалютой и ЦФА А где вы тут видите новость? Где вы тут видите новость? И словно мухи тут и там Ходят слухи по домам А беззубые старухи Их разносят по умам Их разносят по умам О чем тут новость? Где вы видите новость? Слухи? Ну будет новость, тогда я прокомментирую А слухи что комментировать? Так можно все что угодно Кто-то что-то там пукнул Давайте прокомментируем А этот сказал что-то Это я почему? Почему считаю, что на форумах И разных там Как говорят в соцсетях Там инвесторских Вредно сидеть Да это Потому что Голова будет пухнуть Просто от этого Один одну сказал Второе, другое Третье, третье И Ну это как Словоблудие И что комментируют? Что тут комментировать? Слухи комментируют? Фактов нет Я основываю Свою деятельность на фактах И на причинно-следственных связях Которые следуют из этих фактов Задавайте вопросы Получайте ответы Всем пока